Я из тех, кто верит в судьбу, наверное. Вот так вот попадется какое-то объявление, попадется какая-то случайность. И вот ты попал, и все, и не ушел. И все эти годы все на одном месте. В этом году исполняется ровно 35 лет с того момента, как Надежда Васильева переступила порог библиотеки в качестве молодого специалиста. Тогда еще совсем юная, она и не представляла, что уникальный литературно-библиотечный мир поглотит все ее интересы. И эта работа станет любимой и такой дорогой сердцу. Сегодня Надежда Григорьевна трудится в отделе маркетинга. Однако, не теряя хватки, с легкостью может подменить коллег в зале обслуживания и всегда предложить именно то, что нужно читателю. Подход такой ищешь к читателю, что ему дорого, что ему интересно сегодня почитать. И ты их уже знаешь, и ты уже заранее готовишь ему, что предложить еще на будущее посещение. Вот это вот живая и интересная работа. Конечно, работа с читателями была и остается в приоритете у сотрудников Брестской городской централизованной библиотечной системы. Пока еще многие из нас любят читать книги на бумажных носителях, получая удовольствие не только от самой литературной истории, но и от шуршания страниц запаха бумаги. Однако, время не стоит на месте, и вместе с ним меняются и функции библиотеки, ее предназначение и творческая составляющая. Сегодня здесь можно не только уединиться за чтением любимой книги, но и поработать в просторных и уютных залах, потрудиться за компьютером, найти нужную информацию в сети интернет или посетить занятия клубов по интересам. Библиотека – это такая своеобразная креативная площадка, на которой происходят разные события. И мы всегда рады видеть брещан и гостей нашего города в нашей библиотеке. О мероприятиях, которые у нас будут и были, можно познакомиться на нашем сайте. Отдельным блоком в работе современной библиотеки стоит организация творческих мероприятий, конкурсов тематических викторин. В праздничный день в стенах Пушкинки, как с любовью ее называют читатели, прошла творческая встреча в рамках проекта «Люди искусства». Гость очередного вечера – музыкант и шоумен Игорь Пашечко. Для меня очень важно, что это происходит именно в библиотеке, потому что в библиотеке прошла большая часть моего детства. Там были взяты все книги, которые меня формировали, как юношу и как человека в свое время. И совсем недавно я снова пришел в библиотеку, спустя большой период времени, лет, наверное, в 10. Я пришел и нашел новые для себя книги, и это очень круто. Сегодня городская библиотека имени Пушкина, обладая правом самостоятельного выбора приоритетов развития, определяет новое направление своей деятельности, идет поиск инновационных форм и методов работы. Я поздравляю с этим праздником всех своих коллег, читателей, писателей, книгоиздателей. Поздравляю и желаю творческих успехов, новых проектов, успехов во всем. Конечно же, оптимизма и благополучия. И, конечно же, хочу сказать еще раз, мы ждем вас в нашей библиотеке. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.